привет это программа n плюс 2 сегодня мы поговорим про разные научные новости еще одна интересная история самок бонобо оказывается они своих взрослых слове сыновей сватают более того это оказывается очень эффективная стратегия если самца сватает мама то у него вероятность завести партнеров в три раза выше чем если его мама не сватает нужно понимать что самки обычно помогают самкам то есть дочерям и это было раньше хорошо известно но подобного поведения за исключением людей то есть сватовства ну еще правда косаток раньше известны не было выяснили это следующим образом за бонобо просто внимательно наблюдали сравнивали их шимпанзе оказалось что самки бонобо у которых есть взрослые сыновья берут и подводят их к самкам которые в этот момент в период овуляции при этом они подталкивают своего сына ну как бы знакомиться и отбиваются от других самцов и других самок но у них нет такого брачного периода как можно было бы подумать у них устроено все попроще если у самки овуляция то есть она может забеременеть то они так как бонобо это животное это ощущают и начинается борьба за эту конкретную самку а бонобо кстати они не такие агрессивные это раз поэтому там не происходит таких кровопаралитных слов сражений еще важная вещь что в сообществе бонобо самки играют очень важную роль то есть они высоко ценятся поэтому это не является таким ну сверхъестественным поведением что самки какие-то вопросы решают происходит период у них не так как у людей нет у них такого там истории про однолюбство до случается самки меняются но главное что самка с ребенком остается ну на долгое время то есть она его растит бонобо относятся к видам которые которые долго заботятся о потомстве тут не столько важно сколько они живут ну там десятки лет важно что их дети до детеныши они достигают они живут с родителями по достижении половой зрелости это довольно редко чтобы вы понимали если например слониха родила слоненка тонн там через несколько часов уже встал и за ней пошел до история о том что вот ты родил детеныш и должен его расти до того как он пойдет в школу под школу в университет это скорее больше про людей и вот про обезьян глобальная польза конечно для это в этом открытии есть потому что есть много разных вопросов по поводу того как устроено наше общество и часто обезьяны используются в качестве модельного примера да ну например там человеку не свойственному ногами многие мужчины любят такое говорить вот на самом деле разные обезьяне и сообщества устроены по-разному у тех же шимпанзе тоже матери пытаются сватать своих сыновей иногда но это наоборот вредит сыновьям у них процент ниже и это просто потому что у шимпанзе доминируют например исключительно самцы поэтому представление о том насколько наше общество определяется генами или какими-то поведенческими вещами обезьян это по моему очень интересная история следующая новость довольно грустная хорошо известно что существует мутация которая защищает человека от вич первого типа эту мутацию совсем недавно вызвали в детях генетически отредактированных в китае был большой скандал вот и эта мутация сейчас активно изучается по понятным причинам вдруг выяснилось что она не такая полезная как может показаться потому что если статистически на нее посмотреть она вызывает вероятность смерти от всех причин у людей с такой мутации выше чем у людей без мутации на самом деле это не рядовая ситуация потому что вич это очень сложное заболевание да и поэтому все вещи связанные с тем как она атакует организм как организм от него защищается как какие-то организмы защищаются какие-то нет это все очень интересно и очень важно и эта новость она скорее про то что погас условно лучик надежды потому что казалось что подобное редактирование да мы представим что мы обнаружили мутацию которая позволяет не позволяет заражаться вичем да и мы можем эту мутацию безболезненно вызвать во всем поколении следующих людей да разумеется почему бы этого не сделать это искоренит целое заболевание но чтобы решиться на такое на редактирование людей необходимо убедиться из точно знать что эта мутация безвредно а эта мутация как раз судя по всему чем-то вредно там несколько тысяч человек участвовали в исследовании это стандартная история их их выбирали добровольцев которые не болеют выбирают по объявлению добровольцев у которых есть мутация находят по результатам генетических анализов которые есть в базах данных здесь ничего особенного не было сейчас исследование хорошие крупные исследования но не в одной стране очень редко бывает что в какой-то стране происходит это международная всегда группы исследователей из разных стран здесь конечно речь идет про европу сша это те страны которые действительно озабочены вопросами спида вопросами вича и там эти исследования активно ведутся следующая история тоже крутая пауки катапультировали себя в жертву с при помощи паутины на самом деле это очень понятная новость оказывается пауки когда охотятся они не просто натягивают паутину некоторые виды пауков и ждут пока туда что-то попадет они способны натягивать паутину чтобы запасти какую-то механическую энергию чтобы если кто-то пролетал рядом отпустить паутина вот так хлопнула и захватила в общем то то что пролетает рядом при этом полки сами держится за кончик паутины и летят в сторону жертвы на самом деле эта новость интересна в первую очередь тем что пауки это первые животные про которых достоверно известно помимо людей что они могут с помощью механических устройств запасать механическую энергию не совсем не паук тарзан значит пауки тарзаны уже были известны некоторые пауки чтобы не упасть используют паутину он делает так он плетет пятиугольную паутину берет один угол и натягивает его чтобы паутина была натянута условно он держится за там ствол растения и держит конечностями эту паутину натянутый потом когда жертва пролетает рядом он задние конечности отпускает и благодаря тому что ну все было натянута он летит вперед да не путь не пауга захватывает жертву а паутина захватывает жертвы он действительно условно прикрывает и но я опять же повторюсь что здесь суть в том что от вот такого вот использование паутины до создания осадных орудий на самом деле вот такой шаг на самом деле это удивительно что огромное количество подобных исследований стало возможно благодаря какой-то совсем банальной вещи что появились доступные камеры раньше просто ну не было возможности расставить столько камер чтобы наблюдать например за пауками отверг дорого вторых камеры надо регулярно менять а сейчас камеры маленькие их можно везде распихать а можно пустить еще чтобы фит с них шел через там интернет куда тебе нужно в общем можно творить удивительные вещи и мы регулярно узнаем какие-то удивительные вещи про животных которые мы не знали например в данном случае мы узнали что пауки охотятся таким вот нестандартным способом все благодаря обычным камерам нет отдельный вид конечно же пауки очень разнообразны у них очень разные стратегии у них разные паутины они по-разному подходят к поиску к атаке же на жертву и это просто один из видов